всем по привет друзья это вторая часть серии выпусков о экскурсии в таиланде сплав по реке квай ссылочку на первую часть вы уже видите в правом верхнем углу переходите и окунитесь в атмосферу самого большого плавучего рынка в азии дам ноен саду а ну а мы приехали в храм пещеры тигра его можно смело назвать одним из самых интересных и красивых храмов таиланда и однозначно самым красивым в провинции кончанабури храм большой и многоуровневый и как везде в таиланде ко всему прекрасному нужно подняться и преодолеть всего лишь 157 ступеней а по легенде если вы четко сосчитаете про себя все ступени поднимаясь то возможно вы очистите душу и избавитесь от всего негатива жизни мы по этой лестнице уже спускались на обратном пути а поднимались в обход именно от того храма в пещере где какое-то время жил тот самый мунифицированный монах история стара как мир один монах попросил не кремировать его тело после смерти заверив что она не будет разлагаться не поверите но так и произошло вот уже почти 40 лет его тело лежит стеклянном гробу под камерой откуда идет онлайн трансляция для всех желающих на него посмотреть воочию верующие монахи храма считают что на самом деле это не мумия а просто монах достиг такого уровня просветления что погрузился в нирвану а в его теле все еще продолжается жизнь они рассказывают что у него растут волосы и ногти и однажды он еще проснется чтобы рассказать миру о смысле жизни вы можете совершенно свободно перемещаться по всему храм и осматривать все что захотите но вход некоторые помещения разрешен только монаха для входа в строение храмов нужно разуваться а для посещения всего комплекса следует быть одетым подобающе не допускается мини-юбки шорты майки с открытыми плечами именно поэтому мы побывали не во всех пагодах да и время было у нас ограничено также монах в этой пещере повязал мне на руку нить сайсин она играет роль своеобразного амулета нити в веревочке бывает разных цветов но чаще других встречается белый оберег принято получать в коленопреклонной позе монах окропит вас водой и повяжет на запястье нить сайсин читая мантру девушкам просто кладут нить в ладонь так как монахам запрещено прикасаться к женщинам сайсин следует носить не снимая амулет должен сам покинуть вашу руку когда выполнить свое предназначение а 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 Субтитры сделал DimaTorzok Снова ступеньки, когда они закончатся В 15 минут она нас будет ждать Коня Вот нашел А теперь посмотрите, какая красотища ожидает нас на вершине Поначалу люди забывают о храмах и про священную воду, которая бьет из родника Всех удивляет пейзаж, который открывается с вершины комплекса А, слушай, тут выше уже не надо подниматься Мы уже, да, здесь? Тогда успеваем О! Это надо выше подняться Погнали Наверху находится большая статуя сидящего Будды высотой 18 метров Возле которой чаще всего скапливается большая часть туристов и верующих Здесь же находится еще несколько статуй и продаются подношением В виде цветка лотоса, благовоний и сусального золота за 20 бат Это тончайшие, около 100 наномиллиметров листы золота, которыми облепливает всю статую Используя в ритуале, для того, чтобы боги были благосклонны 18-метровая статуя огромна и величественна И вся укрыта золотистой мозаикой Рядом с Буддой храмовый комплекс Красоту и величие словами не передать Каждое строение храмового комплекса своеобразно В высокой пирамидальной пагоде, закрытой для туристов, живут монахи Храм окружен множеством колоколов В них рекомендуют каждому позвонить и загадать нематериальное желание Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Фактически на холме два храма, объединенные в единый храмовый комплекс Один – Ватзем Суа, возведен в стиле тайской архитектуры А второй – Ватзем Ханой, в китайском стиле Пагоды обоих храмов видны издалека Так как расположены на холме, недалеко от реки Майклон На месте находится несколько интересных зданий В том числе пагода высотой несколько десятков метров На которой есть винтовая лестница, чтобы подняться наверх и полюбоваться пейзажем Рядом с этой великолепной пагодой расположена китайская пагода Высотой 9 этажей В этом комплексе также есть небольшие, но не менее впечатляющие здания А также красочные скульптуры разных животных – павлинов и птиц А вокруг типичный тайский пейзаж – рисовые поля Недалеко от храмового комплекса находится колодец с очищающей водой По-нашему святой Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В целом эта локация мне понравилась Единственное, что было мало времени, чтобы осмотреть весь комплекс Он просто огромнейший И даже для тех людей, которые не любят посещать храмы Побывав в храме пещеры Тигра Вы не пожалеете, поверьте мне Это невероятное место Всем спасибо за просмотр Подписываемся на канал Ставим лайк И жмем колокольчик До встречи, друзья Живите в кайфе Леха Я постоянно на каждом камере махаю рукой Мы сейчас на доме пойду Так надо, слушай Можно махать ногой Ногой помахай Или ухом Лучше ухом махай Это будет вообще регионально Можешь, я взлечу Небольшие ухи Можешь, я взлечу